Визит председателя Госсовета Татарстана в Нижнекамск начался с осмотра завода шин ЦМК. Пока Фариду Мухамешину проводили экскурсию по современному производству, люди обдумывали, что спросить при встрече. Я участник социальной программы, я получила квартиру в новом микрорайоне в 34-м. И так как у меня дети, и не только у меня, у всех, я хотела бы, чтобы ускорили строительство детского сада в 34-м микрорайоне, а также и школы. Этот вопрос подняли первым. Ответ порадовал. Уже идет обсуждение строительства учебного заведения в 34-м микрорайоне. А пока осмотр новой школы «Тема-37». Меня удивили, вы в 11 классах. В 11 классах. По сколько человек? По 30 человек. По 30 человек. Мухамешин приятно удивлен. Яркий дизайн, современные кабинеты, большая спортивная площадка на улице и спортзал, оборудованный скалодромом. И всем этим смогут пользоваться жители микрорайона. Актовый зал и библиотек, который мы посмотрим, все это будет использоваться и населением. То есть не только, а вот жителями, которые будут. Это очень важно. И спортивные площадки на улице, которые мы это только уже наработали в 36-й школе. Председатель Госсовета Республики встретился с активом родителей будущих учеников. Их интересовал один вопрос про дополнительное образование. Нижнекамцев порадовали. В школе откроют музыкальные и спортивные кружки. 620 миллионов ушло на строительство школы. Сейчас все работы практически завершены. Откроется учебное заведение 1 сентября и примет 1100 ребят. Председатель Госсовета дает старт игре. Сегодня в спортивной школе Батыр тоже событие. Мастер-класс от именитых спортсменов женского волейбольного клуба «Динамо Казань». От имени Федерации волейбола Татарстана, который возглавляет Фарид Мухаммедшин, нижнекамским спортсменам вручили благодарственные письма. Алсу Арсланова, Рафель Ракипов, Новости НТР.